Биткоин пузырь. Биткоин упал. Биткоин будет стоить 800 долларов. Продаем. Здравствуйте. Многие из нас догадываются, что рынком криптовалют кто-то манипулирует. И манипулирует очень профессионально, и манипулирует достаточно давно. Иначе были бы невозможны такие сюрпризы, как недавнее падение биткоина, такой же рост и такое же резкое падение. Давайте с вами разберемся, кто же может манипулировать рынком и ответим сегодня на вопрос, возможно это или нет, правда это или нет, и кто это такой, если это правда. Итак, по какому же сценарию происходит манипуляция? В прошлом году мы с вами заметили, что капитализация рынка криптовалют и курсовая стоимость биткоина стала резко подниматься. И поднималась достаточно быстро на протяжении 2-3 недель. Капитализация рынка увеличилась в 3 раза. Грубо говоря, на рынок пришли новые миллиарды и миллиарды долларов, которых до сих пор на этом рынке не было. Вообще то, как считается капитализация, это вопрос очень интересный. Естественно, что всей капитализации показано на CoinMarketCap, ее нету. И в этом очень много всяких хитростей, хитростей, хитросплетений в подсчетах капитализации рынка криптовалют. Основанных на том, что нужно понимать, какая эмиссия, какая часть ежедневно торгуется на рынке. Это все можно посмотреть в открытых источниках. И мы с вами увидим, что с манипуляцией, с капитализацией рынка криптовалют производится достаточно успешно и достаточно давно. Первой такой манипуляцией я бы назвал Ripple. Это монета, которая аномально много имитировала, около 100 миллиардов монет, из которых почти половина вылилась на рынок. Почти половина, не половина. Но это все равно 37 миллиардов. Сравните это с общей эмиссией, например, того же биткоина. 21 миллион предельная капитализация биткоина. И 17 миллионов из тех, которые сейчас не обращаются, но присутствуют на рынке, не идет ни в какое сравнение со 100 миллиардами. Такие манипуляции с CoinMarketCap сделать достаточно легко. Нужно имитировать какой-то шиткоин, например, тиражом 150 миллиардов экземпляров. Вывести его на какую-то захудалую биржу, зарегистрированную непонятно где. И сделать одну сделку по продаже этого шиткоина за 1 доллар. Таким образом мы опередим сразу же по капитализации биткоин и станем валютой номер один. Именно это произошло с такой мусорной валютой, как U.Cash. Гаррисон Джордан, амбассадор этой валюты, написал в своем твиттере, что произошло невероятное. Наконец-то мы ворвались на Олимп. Эта валюта заняла 21 строчку в CoinMarketPlace. Правда, сейчас она скатилась куда-то там ниже 40. Но, тем не менее, делается это очень легко и на очень маленьком бюджете. Необходимо два условия. Выпустить свою мусорную монету, имитировать ее тиражом побольше. И запустить ее в CoinMarketCap. А также на какую-то биржу. Вокруг этого сразу же начинает подниматься шумиха. Говорят, вот новая валюта. Всевозможные каналы в Телеграме и в прочих местах начинают ее пушить. И говорить, за этим будущее. Она будет стоить 500 долларов. Она уже обогнала вообще всех-всех-всех. Но на самом деле это просто математическая манипуляция. И пока аналитики и специалисты раскопают, что это за монета. И найдут, что на ее Телеграм-канале всего 600 подписчиков. А в Твиттере менее 2000 фолловеров. И что эта монета залистилась на сомнительной бирже русского происхождения BTC Alpha. И после этого стоит только сожалеть и вообще усомниться в CoinMarketCap. И в том, как она правильно подает капитализацию рынка той или иной криптомонеты. Имеются также 325 миллиардов Дента Коинов. Знали вы о такой монете? Она выросла за неделю на 3600%. И торгуется на каких-то мусорных помойных биржах, которых одна или две всего. Но понятно, что серьезные люди по этим торгам, по этой монете не могут судить о ее капитализации. Потому что, естественно, если перемножить одно на другое, получается, что она обогнала биткоин уже с большим отрывом. Вчера американская комиссия по торговым фьючерсам представила доклад, в котором предостерегает инвесторов от участия в схемах Pump&Dump. Существует огромное количество схем, когда на монету с маленькой капитализацией и реально с низкой ценой приходят хомячки, которые зазываются через средства массовой информации, социальные сети, аккаунты в Твиттере и так далее. Пампят ее до небывалых высот. Хозяин этой всей схемы наживается. Все остальные откатываются, остаются с нулями. Похоже, что этим же, и этому есть много доказательств в сети, занимался и Джон Макафи. Он в своем Твиттере, у которого почти миллион подписчиков, ну не миллион, а 800 тысяч, пампил, дампил такие мусорные монеты, за что потом, как выяснилось, получил 25 биткоинов. А люди, которые ему верили, смотрели на него как на криптогуру, входили в эти самые мусорные монеты и постоянно теряли свои деньги. Заявления от таких людей стали поступать в американскую комиссию по ценным бумагам, в американскую комиссию по товарным фьючерсам. Были проведены проверки у трех профессиональных участников рынка, располагающих лицензиями этих американских комиссий и вынесены предупреждения. Чуть позже на эту же тему высказалась Финра, это регулирующий орган финансовой индустрии США, и предупредил инвесторов от участия в таких схемах Pump and Dump. Естественно, манипуляторы пользуются и другими схемами управления курсами криптовалют. Как стало недавно известно, с какого-то отделения Народного банка Китая поступило письмо с приглашением на 14 февраля на пресс-конференцию, где Народный банк Китая объявит о схемах регулирования, которые будут применяться в Китае в отношении криптовалют, и в особенности в отношении к гонконгским криптобиржам. Естественно, письмо оказалось фейковое, со взломанного аккаунта, но шума это наделало много и тоже значительно качнуло рынок. Правда, это не получилось, потому что основные средства массовой информации в США, у них принято проверять информацию, они ее не печатают просто так, либо за деньги, либо проверенную. Другой известный мне очень интересный человек, Александр Шульгин, с которым я познакомился много лет назад на одной из венчурных ярмарок, является таким тоже, знаете ли, криптогуру и провицателем. Он занимается тем, что он визионизирует будущее, он так и называется, визионером, он строит планы того, как будет выглядеть жизнь на нашей планете, в нашем новом цифровом будущем. И вот как раз на эту тему его очень интересно слушать, его приглашают главы многих государств, он выступает на многих форумах, является достаточно уважаемым человеком в этом мире. И вот он в своем фейсбуке публикует неутешительный прогноз о том, что биткоин скоро будет стоить 2600 долларов, поэтому готовим деньги закупаться. У него же в ленте фейсбука есть другой мой хороший знакомый Герман Клименко, который по совместительству является советником президента России по интернету. Он вступает с ним в дискуссию, говорит, что скорее всего ICO вообще запретят везде, поскольку очень много скама, и нам следует ожидать курса 1600. Ну, там далее в дискуссии можно прочитать и прогнозы по 800 долларов за один биткоин. Конечно же, мнения этих людей так или иначе как-то сказываются на поведении не системных инвесторов, а именно тех, кого мы ласково называем хомячками. Они к этому прислушиваются и как-то притормаживают свои инвестиционные стратегии. Хотя надо понимать, что именно вот эти самые хомячки, эти маленькие и средние инвесторы, они делают погоду к росту биткоина. Мое отношение к таким прогнозам следующее. Мы с вами видели, как сейчас жали биткоин вниз, и те люди, которые его жали, у них не было никаких барьеров, пределов. Они могли бы его дожать и до 900 долларов, и это им было бы выгодно, но не сумели. Потому что они столкнулись с отчаянной поддержкой на уровнях ниже 6 тысяч. То есть там уже на уровне 5 тысяч стояли очень большие заявки на покупку. И вряд ли бы этими силами, которыми они располагали, им удалось бы это сделать. Но силы у них постоянно увеличиваются. И сейчас мы с вами поговорим, кто же это такие. Давайте обратимся к сайту bitinfocharts.com. На этом сайте в наиболее наглядном формате показаны самые богатые кошельки биткоина. Мы сейчас говорим именно о биткоине. Потому что моя версия такая, что управлять рынком криптовалют достаточно управлять только одним биткоином. Потому что все остальные альты так и иначе будут двигаться в ту сторону, в которую будет двигаться биткоин. Так вот, изучая поведение и движение средств именно по этим самым богатым крипто кошелькам биткоина, можно посмотреть, каким образом они влияют на этот рынок. Возьмем самый богатый адрес биткоина в этом списке. На нем содержится чуть более 167 тысяч биткоинов. Этот адрес появился более двух лет назад с первого взноса биткоинами на сумму 840 долларов. И дальше он постоянно рос. Но рос он не линейно, хотя и линейно там были небольшие поступления. А рост благосостояния этого человека, владельца этого кошелька, можно легко оследить на графике падения курса биткоина. Эквивалент в долларах США по сегодняшнему курсу на этом кошельке более полутора миллиардов долларов. И по чистому совпадению мы же с вами знаем, что все случайно. В мире криптовалют тоже. Этот кошелек всякий раз увеличивал свой баланс после очередного падения курса биткоина. В течение последних двух лет было 6 больших падений курса биткоина на величину более 30%. И каждое из этих падений по времени абсолютно совпадало с увеличением биткоинов на этом кошельке. Но если проследить за поведением других самых богатых кошельков, то на них, кроме тех, которые долгие годы спят и никуда не вводят и не выводят свои биткоины, происходило абсолютно то же самое. Например, 12 ноября 2017 года, когда биткоин достиг очередных своих рекордных отметок и новых ценовых максимумов, В блокчейне сразу стало заметно, что с этого самого богатого кошелька было выведено именно в этот день 25 тысяч биткоинов в адрес такого же кошелька на бирже Bitfinex. Как только они попали на биржу Bitfinex, они стали сливаться. И многие трейдеры заметили, что заявки на слив этих биткоинов делали роботы. Делали небольшими порциями по 0,1 биткоина и они стояли прямо чередой в очередь. Сумма огромная 25 тысяч биткоинов на одну биржу. После того, когда этот процесс закончился и биткоин пощупал свое дно на уровне 6700 долларов, стал происходить обратный процесс тоже небольшими порциями, еще меньшими. По 0,02, по 0,01 биткоина этот кошелек стал возвращать себе утерянное. По завершению процесса все указанные деньги, 25 тысяч биткоинов, плюс еще 7 тысяч биткоинов, которые этот кошелек заработал на данном падении, были выведены обратно на все тот же адрес. Вот человек постоянный, адреса не меняет, поэтому проследить легко. Естественно, что BitFenix не является единственной биржей в мире. Естественно, что есть биржи с большими объемами. И на всех этих биржах наблюдалось приблизительно то же самое. Атака началась в одно и то же время. Кайл Самани, управляющий партнер Multicoin Capital, считает, что киты делают это сообща, договариваясь заранее по телефону о времени атаки на всех биржах одновременно. И именно вот эти киты и являются теми людьми, кто управляет курсом биткоина. Какие мы можем с вами из этого сделать выводы? Первое. Не надо никогда покупать на верхах и продавать на низах. Вот вы у меня спросите, а что делать сейчас? Биткоин ведь уже побывал почти на 20 тысячах, а сейчас подбирается к отметке 11 тысяч. Вот именно в момент написания этого видео это происходит так. То есть фактически он каждый день наверстывает тысячу. Что мы с вами можем посмотреть? Если мы возьмем от установившейся самой низкой цены биткоина за этот прошедший, уже теперь понятно, что это был дамп. И дамп был искусственный в 6700 долларов. То мы увидим, что рост уже составил почти 80%. И вот рост в 80% это именно сигнал для таких китов приступать к следующей атаке. Тем более, что рынок волатилен. Никто не знает, куда развернется биткоин. Туда, вверх или вниз. И если сейчас мы увидим, что с этого кошелька в адрес битфеникс или еще куда-то опять пошло 25 или 30 тысяч биткоинов, мы будем с вами понимать, что в течение ближайших суток начнется атака на биткоин. Второе, что я могу посоветовать. Посмотрите, как себя ведут киты. Они не держат свои деньги на биржах и на каких-то электронных кошельках. Держат они свои деньги на холодных кошельках. Чего и вам советую делать. Не держите никакие активы на бирже более-менее большие. Потому что я смотрю, у меня есть много подписчиков, у которых на биржах и 3, и 4, и 5, и 100 тысяч долларов лежит. Просто лежит. Ребята, за всю историю половина бирж соскамилась. Биржи ненадежны. Они могут заблокировать ваш аккаунт в любой момент без объяснения. Либо выдать вам это объяснение через 30 дней, когда уже будет поздно. Но есть и утешительные выводы. Биткоин точно будет расти. Потому что шоу must go on. Игра должна продолжаться. Эти самые киты никогда не успокоятся на том, что у них есть. Но есть на этом биткоин-кошельке 167 тысяч биткоинов. Как вы думаете, они для чего нужны? Для того, чтобы просто свалить рынок и уйти? И зафиксировать какие-то убытки? Или выйти в фиат и искать таких же заработков на других рынках? Нет на других рынках таких заработков. Поэтому игра будет продолжаться. И сигналом для нас, для рядовых людей, для того, чтобы войти в биткоин, может служить именно его падение. Когда будет страшное падение, если мы увидим падение на уровне 60 или 80%, то преодолевая вот это желание, преодолевая страх куда-то уйти, спрятаться и подождать, и посмотреть, а что же завтра будет, надо просто немножко покупать. Можете выработать любую свою стратегию. Обращайтесь к опытным трейдерам. Они вам это все расскажут. Посоветуют, какие книги нужно прочитать. Но хочу посоветовать внимательно наблюдать на сайте BitInfoCharts за кошельком биржи BitFenix и за кошельками вот этих самых больших китов. Обращайте внимание на крупные кошельки только те, по которым есть какие-то ежедневные движения. Те, которые спят, в данном случае нас не интересуют. Потому что если проснутся еще и они, то тогда, наверное, курс действительно можно будет опустить и до 800 долларов. В такой ситуации, я считаю, оправданным является просто холодное многогодовое держание биткоина. Мы не уследим за стратегиями этих самых китов. С нами они делиться не будут. Они могут мимикрировать как угодно. Вы можете смотреть, уставившись в экран, в их кошельки, и там не будет ничего происходить, а на бирже будет происходить. Поэтому здесь такого стопроцентного совета, что делать и как быть нельзя, но все равно, смотрите, если из биржи выводят большое количество биткоинов, это говорит о том, что сейчас будут просто приглашаться, приглашаться хомячки, что курс должен расти. Если же вы увидите, что на ту же биржу BitFenix, почему я говорю BitFenix, потому что на этом сайте светится именно голд-кошелек биржи BitFenix, поэтому за ней легче следить. Если же вы увидите, что на биржу BitFenix прибывают именно биткоины, не деньги, а именно биткоины в огромных количествах, от 5000 биткоинов, 20, 30, 40, то я думаю, что как только вы это увидите, надо сразу же тихонечко выводить деньги из биткоина и пережидать эту волну. Мы знаем, что международный валютный фонд, крупные банки типа JP Morgan, уже много мы говорили об этом, недолюбливают биткоин. Но они относятся к ней как к чему-то, к этой валюте, как к чему-то несерьезному. Но вот кто по-настоящему ненавидит биткоин, это, конечно же, Уоррен Баффет. Уоррен Баффет много раз высказывался о том, что это пузырь и что он обязательно лопнет. Но идеологом всей этой ненависти и человеком, который возвел эту ненависть просто в ранг религиозный, конечно же, является правая рука Уоррена Баффета, вице-президент компании Berkshire Hathaway, Чарли Мунгер. Чарли Мунгер легендарная личность, ему 94 года. Последние 40 лет его жизни неразрывно связаны так или иначе с фондовым рынком и с Уорреном Баффетом, а также компанией Berkshire Hathaway. Эта компания уникальна. Стоимость одной акции 300 тысяч долларов, таких дорогих акций больше нет. Активы под управлениями 30 миллиардов долларов. И Чарли Мунгер является реально номер один гуру фондового рынка всех времен и народов, потому что ему удавалось сделать только успешное вложение. Мое мнение я уже высказывал в одном из видео насчет успешности, насчет того, как они этого добиваются, но неважно, тут состоялось годовое собрание акционеров. Мы знаем, что Berkshire Hathaway на этом кризисе потерял достаточно много денег, он едва ли не в первых строчках, это 15 миллиардов долларов как минимум. И люди собрались для того, чтобы встретиться с Мунгером, с этим гуру, для того, чтобы он рассказал, как дела вообще на фондовом рынке, у компании и так далее. Потому что реально к нему многие относятся к человеку, который видит будущее. На самом деле, конечно же, он его не видит, будущее не видит никто, и я в том числе, но, тем не менее, после двухчасового выступления посыпались вопросы из зала, и ему стали задавать вопросы насчет биткоина. И вот тут началось самое интересное. Мунгер назвал биткоин омерзительным, безвкусным, отравляющим ядом для людей, а также недугом для всех желающих легких денег. Он призвал полицию затоптать ногами эту мерзость, которую он ненавидел с самого начала ее зарождения. А когда биткоин вырос до 20 тысяч долларов, его ненависть просто стала определяющей. Биткоин плох с точки зрения господина Мунгера, потому что он не обеспечен ничем. Но это мы уже слышали. Дэймонд, управляющий директор Дж.П. Морган, нам уже об этом сказал. Но самое главное, о чем говорил Мунгер, что биткоин абстрактен, он не имеет совета директоров, он не имеет корпоративного офиса с адресом, с улицей, номером дома. А также он не имеет подотчетного регулирующего органа, и поэтому биткоин обречен. И мы здесь видим, что сам он себе противоречит. С одной стороны, он призывает затоптать биткоин полиции, ногами затоптать. С другой стороны, он сетует на то, что у него нет офиса и совета директоров. Вот если бы у биткоина был офис и совет директоров, то полиция знала бы, куда ехать топтать этих всех негодяев ногами. Я думаю, что Мунгер сам взял бы какой-нибудь РПГ и пришел бы расстрелял этот офис биткоина. Но, к нашей радости, к сожалению, господина Мунгера такого офиса нет. И расстрелять никого нельзя. И затоптать ногами тоже. И поэтому я считаю, что это не недостаток биткоина, а это, конечно же, его основное и самое главное преимущество. Даже у эфира есть некто Виталик Бутерин, на которого можно легко выйти. Да, в принципе, его можно и пригласить, и поговорить, и арестовать, если надо. В биткоине арестовывать некого. Из этого я могу сделать только один вывод. Я уважаю Уоррена Баффета и Мунгера за то, что они реально на протяжении нескольких десятков лет являются успешными трейдерами и успешными стратегами. Но я могу сказать, что их лица обращены в прошлое. А когда ты стоишь лицом к прошлому, то к будущему ты стоишь своим задом. К сожалению, так. Подводя итог всему сказанному, хочу отметить, что действительно биткоин будет расти. Расти будет по многим причинам. Расти будет и дальше. И не нужно бояться потерять деньги на курсе биткоина. У вас есть всегда один выход. Мы просто купили биткоин и сидим, ждем. Пока вы находитесь в монете, а не в деньгах, вы ничего не потеряли. Ни при каких обстоятельствах, ни при каком падении. После падения будет новый взлет. Не нервничайте. Не смотрите каждый день на курс, на монитор. Вложите деньги и забудьте. Не дайте своей алчности поработить вас. На этом с любителями короткого формата, а таких, как оказалось, очень много, я прощаюсь. Хочу поблагодарить вас за внимание. Хочу пожелать вам всего доброго, успехов. Дальше ничего интересного не будет. Можете выключаться. Пока. Для тех же, кому интересен более длинный формат, а таких, как оказалось, тоже очень много, я позволю себе продолжить. И на этот раз мы поговорим с вами не о криптовалютах, не о волатильности рынка, не о том, как вы потеряете на росте или на падении криптовалют. А поговорим с вами о том, где вас точно обманут без роста или падения, даже до того, когда вы эти валюты купите. Таких мест, как оказывается, достаточно много. Первое, где вы можете потерять свои деньги, это на самом распространенном криптовалютном кошельке по биткоину на blockchain.com. Если вы заведете там кошелек, а кошельками уже обзавелись там более 24 миллионов человек, и никаких проблем с этим сайтом никогда не было. И если вы прочтете его контактные данные, то эта компания находится в Люксембурге. Там есть фотографии команды молодых, симпатичных, здоровых, энергичных ребят, которые утверждают, что когда вы заводите кошелек на blockchain.info, то ничего вам не угрожает, поскольку Private Key, то есть ваш личный ключ от вашего кошелька, хранится только у вас. У них его нет. И здесь они нас с вами обманывают. Private Key хранятся у них на сервере. И случаи, когда оттуда пропадали деньги, уже достаточно много, вы можете их найти в сети на одном интересном сайте, на котором собираются отклики, отзывы людей о тех или иных сервисах. И если бы он был там один, этот отзыв, можно было бы поразмыслить на тему, что не так. Но на самом деле он там не один, и их там очень много. Второе место, где можно потерять деньги, это на тех сайтах, у которых появляются фишинговые аналоги. Если вы серьезная компания, которая работает на криптовалютном рынке, и если у вас есть служба безопасности, естественно, вы никаким образом не допустите, чтобы в сети возникали фишинговые сайты. Тем более фишинговые сайты, которые покупают самую дорогую рекламу по ключевым словам в Google и в Яндекс. Этим отличились кошелек Криптонатор, где лично у меня есть аккаунт, и я там держу какое-то небольшое количество монет, потому что я не могу говорить о том, чего сам не попробовал. У Криптонатора в одно время появился сайт-двойник, в котором были переставлены некоторые буквы названий, и который по выдаче Яндекса стоял в рекламе номер один. А настоящий сайт Криптонатора стоял чуть ниже. Дело в том, что Яндекс сейчас перешел в новый режим работы, когда рекламные объявления не подписываются как реклама. Они просто стоят первыми в выдаче для увеличения рекламной отдачи рекламодателей. Этот сайт провисел достаточно долго. На нем потеряли деньги очень большое количество людей. Об этом вы тоже можете прочитать в интернете. Эти источники открыты. Причем определить, что к этим фишинговым сайтам имеет отношение сама команда проекта, очень легко. Достаточно просто понять, как происходит ограбление клиентов. Если клиент установил у себя в настройках безопасности двойную авторизацию и установил двойную авторизацию на каждую операцию по выводу или покупке другой валюты, а ему в этот момент не приходят авторизационные запросы, либо это смс, либо гугл двухфакторная авторизация, и за ночь все списывается, а утром он начинает писать, а ему пишут, вы попались на фишинг. Да, действительно, он попался, наверное, на фишинг, но вопрос, каким образом владельцы фишингового сайта могут отключить двухфакторную авторизацию? Никаким. Значит, к этому имеют отношение сами работники. Я не говорю, что владельцы этого сервиса. Возможно, это, наверное, какой-то социальный инжиниринг. Возможно, в команду затесался какой-то человек, который с легкостью ворует деньги клиентов, пользуясь вот этим самым фишинговым сайтом. Но тогда остается еще вопрос к безопасности этой компании. А вы сами видели, что у вас в интернете номер один стоит фишинговый сайт, а вы там стоите только ниже. Вот то же самое происходило и там. Что касается блокчейн-инфо, была такая же история, был фишинговый сайт, который якобы воровал ключи клиентов. Но вопрос заключается в следующем. Господа, если вы утверждаете, что private key, секретный ключ, частный ключ, хранится только у пользователя и у вас его нет, каким образом это могло вообще случиться? Каким образом человек, который зашел на фишинговый сайт, это все сотворил? Если у вас нет фишинговых сайтов, а просто пропадают деньги со счетов клиентов, то же как это может происходить? Достаточно давно ко мне уже поступают сигналы от моих подписчиков о том, что происходят всякие непонятные чудеса с биржи Exmo. Мы знаем, что это биржа, которую условно можно называть российской. Конечно, она не российская. Мы знаем с вами истории об исчезновении главного человека в этой компании, которого похитили в Киеве. Мы знаем, что она якобы закончилась хорошо. Что, вероятно, биржа должна кому-то денег и она должна их где-то брать. Ко мне обратился мой подписчик, который давно уже ко мне обратился с просьбой обнародовать вот этот факт такого отношения к его аккаунту. Там вообще скам 100% чистейший и это могла сделать только биржа. Это никакие не взломщики, никакие не злоумышленники. Потому что за ночь с его кошелька были списаны все деньги в качестве комиссий. То есть, кто-то от его имени делал ставки, покупал те или иные криптовалюты. Естественно, что по каждой ставке есть комиссия. И эту комиссией завладеть может только сама биржа. Только биржа забирает комиссию при этих торгах. Так вот, эта комиссия списала все остатки по его счету. Он попросил меня не объявлять об этом тогда. Он взял время на то, чтобы связаться с саппортом, службой поддержки, как-то решить этот вопрос. Но буквально сегодня он вышел на меня и сказал, что, к сожалению, ничего не получилось. И вот эта история. Всем привет! Меня зовут Илья. Хочу с вами поделиться историей, которая произошла со мной на бирже Exmo буквально неделю назад. Не было до сего дня записать времени у меня ролик. В общем, ситуация сложилась следующим образом. Я торгую на долгосрок. И, в принципе, каждый день сюда заходить мне нет смысла. Захожу там раз в недельку посмотреть курс, да и все на этом. И как раз за время моего отсутствия пришло мне сообщение на почту, что мой пароль был изменен. Сообщение пришло вот такого формата. Это важно. Да, захожу сразу на биржу посмотреть, как у меня тут дела. И обнаружив, что у меня пропало 2000 долларов. Первые мысли, как и у всех были бы, наверное, меня взломали. Средства вывели. И все. Бежал в поддержку. Уже, в принципе, надежды никакой у меня не было, что эти деньги мне вернутся. Так как, ну, как бы сам виноват, сам где-то что-то сделал. Но потом, благо, со мной рядом находилась девушка. И она находит в сети такой пост. Можете поставить на паузу, прочитать. Я вкратце расскажу. Здесь описывается о том, что у человека также взломали аккаунт, но вывода средств не было. То есть, все его деньги ушли на комиссии ордеров. Было создано большое количество ордеров. И денежки все туда слились. Он пишет, что продавались, покупалось дороже, продавалось дешевле. Но я тут посмотрел по скриншотам у него. Тут были разные сделки. То есть, в основном, конечно, минус. Я думаю, это просто совпадение. Но есть и сделки в плюс. Вы тоже можете посмотреть. Кстати, эту статью вы можете найти, прописав в гугле, взлом Эксмо. Это будет первая в топе публикация. Таким же фактором риска являются всяческие онлайн кошельки. Сейчас появилось много таких сервисов. Даже появились сервисы со страховками. Появилась компания в Швейцарии. Я не буду называть этих компаний для вас, зачем мне давать антирекламу или рекламу каким-то сервисам, которые соскамились. Но просто есть некий онлайн кошелек, у которого есть военизированная охрана серверов, которые стоят под землей. Ну, реально, вот мне смешно. Я, как человек, немножко знающий, что такое безопасность, вы свой сервер установите куда угодно. Хоть какое поземелье. Вы можете его даже отвезти на другую планету, на Луне поставить. Но если к нему будет вход по интернету, то ваши деньги будут украдены при наличии такого желания и такой техники. Ребят, ну, смешно. Поэтому еще раз призываю вас не доверять таким сервисам. Есть, конечно же, онлайн сервисы, есть онлайн кошельки или есть физические кошельки, есть мобильные кошельки, с которыми пока не случалось ничего. Пока вот ничего не случалось. Один из них, который я вам могу посоветовать, это bitcoin.com. Да, это именно тот сайт, откуда ушел его создатель и владелец, заявив, что bitcoin это плохо и он лопнет, и это пузырь. Но, тем не менее, я попробовал там завести аккаунт. И это, видимо, на сегодняшний день самый легкий и самый быстрый способ купить bitcoin. Вот вы сейчас, прямо после просмотра этого видео, можете зайти на этот сайт bitcoin.com. Естественно, понимаете, это не реклама bitcoin.com, никаким образом мне платить не может. Это достаточно крупная организация, которая поставляет достаточно качественный контент и ряд других сервисов. Так вот, кошелек bitcoin.com вы можете установить на свой смартфон под управлением андроида, либо под управлением iOS. Я установил себе на iPhone, заняло это буквально считанные минуты. Затем вы можете там вот эту сид-фразу записать, причем они предупреждают, что не делайте никаких скриншотов, а записывайте ее на бумагу. Вы можете записать ее на бумагу. Единственное, что нужно для того, чтобы открыть этот кошелек, ну, необходимы минимальные знания английского языка. Ну, буквально там на уровне средней школы, потому что я не нашел там русскоязычного интерфейса. Но, тем не менее, кошелек завести очень легко. Дальше, после того, как вы заведете кошелек, вы можете поискать иконку «Купить биткоин». Там сразу же, между прочим, можно купить биткоин кэш. После того, как вы заведете, зашифруете свой кошелек биткоин, вы можете нажать эту кнопку «Купить биткоин». Отправить вы будете перекинуты на сторонний сервис, но этот сторонний сервис также аффилирован с bitcoin.com. Дальше туда вы введете номер своей кредитной карточки и вам предложат купить биткоин на 120 долларов. При этом, если вы купите на 120 долларов, реально с вас будет списано 137 долларов. То есть, в принципе, комиссия составит там плюс-минус этих 17-18%. Это достаточно много. Но можно поступить по-другому. Можно, например, купить 240 биткоинов. Вот если вы купите 240 биткоинов, то эта комиссия будет в районе 7% тогда. То есть, всего 7% это не так много. Я вас уверяю, если вы попробуете купить биткоин через обменники, вам это обойдется гораздо дороже. Так вот, всего 7% и через 10 минут, там сразу после первого блока, к вам на этот кошелек, который будет у вас в мобильном телефоне, сразу же поступят биткоины. Причем, вы не должны переживать на тот счет, если у вас украдут этот самый смартфон. Это, конечно же, все опасно. Крупные суммы там хранить я категорически вам не рекомендую. Естественно, смартфон нужно запаролить и пин-кодом, и отпечатком пальца. Естественно, нужно запаролить и этот бумажник. Потому что по умолчанию он не запаролен. А для удобства пользователя он абсолютно открыт. Не советую оставлять вам его открытым. Надо запаролить. Но, тем не менее, вот этот вот механизм, там, кстати, можно его тут же внутри кошелька поменять на биткоин кэш, если вам это нужно будет. И точно так же поменять обратно. Вот мне кажется, что вот это легче. Потому что я, конечно, против любого типа мошенничества. Но почему-то в последнее время мне кажется, что наше русское мошенничество, ну, условно говоря, русское, я не говорю там о русских. Это, там, брать биржу Эксмо, там, другие сервисы. Это может быть Украина, это может быть все, что угодно. Так вот, вот наши вот отечественные мошенники, они наиболее забористые, как мне кажется. Надо разобраться еще, что происходит на блокчейн-инфо, как там воруют деньги. Но воруют их регулярно, я вам скажу. И защиты там нет никакой. То, вот, в наших сервисах, конечно, деньги у вас пропадут гораздо быстрее. И с гораздо большей вероятностью, чем они пропадут на зарубежных сервисах. Естественно, самым надежным способом хранения ваших биткоинов по-прежнему, по-прежнему будет являться холодный кошелек. Это холодное хранение или это аппаратный кошелек. Если вы выбрали аппаратный кошелек, то я не советую выбирать Летгера. Все-таки остановитесь на Трезоре, где есть двойная авторизация. Потому что Летгер с момента возникновения вот этой middleman трудности, которая там возникла, они ничего абсолютно не сделали. Не произошло ни обновления программного обеспечения. У них очень дремучий кастомер-сервис, как у всех, у любых французских компаний. Если кто-то работал с французами по бизнесу, не имею в виду, как потребитель, вот кастомер. А если у вас с ними были какие-то бизнес-отношения, то вы должны понимать, что это очень тяжелые люди. Это вот мой личный опыт. Даже если вы работаете со швейцарским банком, этот банк находится, например, в Цюрихе, то это гораздо-гораздо лучше, чем этот банк будет находиться, например, в Женеве. Потому что там будут французские кастомер-сервисы, поддержки, клиентские менеджеры. С ними договориться совершенно невозможно. Во-первых, они в 100% не знают английский язык. Вернее, они его знают так и говорят так, как вот в американских мультиках. Помните? Habit is mine. Ja, ja, no, no, Habit is mine. И вот на таком языке с ними достаточно трудно договориться. И они очень-очень тяжелые на подъем. Поэтому, если вы выбрали аппаратный кошелек, я рекомендую Trezor. Ну и, конечно, если у вас огромные суммы, большие суммы и уровень вашего отношения к безопасности такой же, как у меня, это где-то параноик. А есть еще параноик плюс, могу вам рассказать и про это. Тогда, конечно же, вам надо раздельное хранение. Кошелек Armory. Ко мне очень многие обращаются. Вот что делать с Armory, как его установить и так далее. Там на Bitcoin Armory.com есть шикарный турториал. То есть, шикарные уроки на английском языке, записанные, выложенные на YouTube. Включите внизу титры. Там все понятно. Абсолютно. Все равно эта программа, этот кошелек англоязычный. Посмотрите сами. Посмотрите эти все уроки. У вас в голове все устаканится. Сделайте все ровно так, как оказано там. А я, возможно, я сейчас думаю над этим, возможно, допилю свой урок и покажу вам, как это делать. Надеюсь, что вот купить Bitcoin на Bitcoin.com ни у кого не вызовет никаких совершенно трудностей и проблем. И вы все это сделаете сами и без меня. Ну и, наконец, я хотел бы ответить на ряд вопросов, касающихся так или иначе моего участия в каких-то политических дискуссиях. Очень многие пишут, нет, не назидательно, не заставляют меня, но очень многие пишут, что хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того или иного политика, или там кандидатов в президенты, или еще вообще что-то о политике. Что я вам могу сказать на этот счет? Есть три вещи, которыми не надо заниматься и которые нельзя обсуждать с незнакомыми людьми. Это просто закон. Это политика, религия и футбол. Могу объяснить почему. Почему я не хочу с вами обсуждать футбол? Не потому, что я не болельщик. Я реально не болельщик. Я не болею ни за какие соревнования. Я вообще считаю, что спорт, мое мнение, это не очень хорошо, лучше физкультура. Но я не болею ни за какую команду. Но если бы я болел, и я вам сказал, что я болею за команду А, а вы болеете за команду Б, у нас могли бы с вами возникнуть разноклассия. Мерилом вообще любой деятельности, правильности любого действия, которое осуществляет человек, является один, только один аспект. Этот аспект таков. Улучшаются ваши отношения с окружающими вас людьми или ухудшаются? Если они улучшаются, значит вы действуете правильно. Если эти отношения ухудшаются, значит надо что-то поменять. Надо что-то изменить в себе. И не действовать так, чтобы это другим людям не нравилось. И именно по этой же причине я не буду с вами разговаривать о религии. Не потому, что я там чего-то не знаю. Просто потому, что у нас в стране свобода совести. И у нас в стране любой гражданин вправе исповедовать ту религию, которую он исповедует. И никто не вправе прийти и убеждать вас в том, что это неправильная религия, или в том, что это атеизм, это неправильно. У каждого человека может быть к этому свое отношение. Естественно, это отношение есть у меня. И естественно, я теологию знаю достаточно глубоко. Я изучил все источники. И даже те, которых никто не изучил. Я их тоже изучил. Но общаться с вами на эту тему я не буду, дабы сохранить со всеми ровные отношения. Я уважаю абсолютно всех людей, всех вероисповеданий одинаково. Точно так же, как я не могу судить о человеке по тому, какого цвета он рубаху на себя наделал. Красную, синюю или белую. И разделять людей. Вы помните, что функция разделять – это функция ума. И разумные люди, есть такая поговорка у русских, ум за разум зашел. Разумные люди не занимаются разделением. Это функция ума нравится, не нравится. А функция разума полезна или не полезна. Так вот, разделять людей на каком бы ни было основании, расовом и прочем, невозможно. Именно поэтому я не буду говорить о религии. А теперь мы подошли к первому – к политике. Почему я не хочу говорить о политике? Потому что я в ней не разбираюсь, или я в ней слаб, или потому что у меня нет какого-то своего мнения. Оно, естественно, у меня есть. Но я боюсь, если я начну об этом говорить, оно может отличаться от такового вашего мнения. Это во-первых. Во-вторых, политика – это, как говорится, дело грязное. И это дело грязное, потому что у нее есть несколько форм. Есть так называемая отель – on the line. Это то, что вы видите. И есть behind the line. Это есть то, что находится под линией или под столом. То, что вам показывают по телевизору. Все публичные персоны, то, чем они занимаются – это on the line политика. Это открытая политика. Она предназначена для своих целей. Она прикрывает какую-то другую деятельность, которая находится под столом. Сейчас на YouTube появилось очень много каналов, которые роются вот именно там под столом. И там вот чего-то выискивают. Потому что из того, что есть на столе, все очень просто. Вот как бы вы там любили и не любили Пелевина, он дал самое точное, на мой взгляд, определение. Миром правят всего две вещи. Две вещи элементарно. Это гламур и дискурс. Когда вы включаете телевизор и видите Бориса Моисеева или Филиппа Киркорова или Сергея Зверева. Это чистый гламур. Потому что, ну, как бы понятно, у Сергея Зверев, то есть там серое вещество отсутствует, мозга совершенно нет. Но есть гламур. И гламур – это важно. Гламур – это Дольче Габбана, гламур – это Луи Виттон, это большой чемодан Луи Виттон на Красной площади. Это все гламур. Но есть и дискурс. Это когда вы переключаетесь на политический канал, и там всевозможные мужчины, кто в сюртуках, кто во френче, кто в галстуках, кто без, начинают очень неприлично, как мне бы, на мой взгляд, дискутировать друг с другом. И некоторые считают, что в споре рождается истина. Ничего подобного. Никакая истина в споре не рождается. Истина рождается в согласии. То есть люди должны прийти и согласиться друг к другу. Вот как у нас есть день, единство и согласие. Давайте будем едины и согласимся с тем, что надо делать добро и не надо сделать зло. Давайте сделаем с вами так, чтобы каждый из нас, я лично хочу быть тем последним человеком, на котором зло остановится. Оно вам не увязнет и дальше не пойдет. Поэтому транслировать вам это зло я не собираюсь и не хочу. Я могу сравнить политику с красивой женщиной, с красивой девушкой. Вот у меня есть соседка, с которой я уже на протяжении последних 18 лет здороваюсь при встрече. Мы с ней идем навстречу друг к другу. И когда видим, просто здороваемся и улыбаемся. И я считаю это хорошо. И я считаю, что очень хорошо, что мы с ней не дошли до таких отношений, когда мы начинаем не просто здороваться и улыбаться, а останавливаться и что-то друг у друга спрашивать. Потому что мы выйдем из этой позиции над столом, позицию под столом. И если политика это женщина, то пусть она остается красивой женщиной. Потому что женщина это человек. У человека есть внутренние органы. Например, эта женщина выяснится, что курит. У нее болят легкие. Или у нее болит сердце. Или у нее болит спина. Этим занимаются врачи. Они занимаются этим врачеванием. Специалисты. Понимаете? Если у женщины болит сердце, она идет к кардиологу. Кардиолог делает анализы, кардиограмму. Назначает ей какое-то лечение. Если у нее болит голова, или если у нее болят легкие или уши, она идет к таларингологу. Вот таларинголог смотрит ей в ухо. Что там такое? Как ей помочь? Как ей вылечить? Понимаете? Так вот, если мы перейдем от отношения вот с этой красивой девушкой, политикой. Не как отношения между соседями добрыми, которые просто здоровятся, говорят здравствуйте. И все. И проходят мимо. А мы начнем копаться, что там у нее внутри. То я вас уверяю, что этот специалист, который может помочь этой девушке, которая называется политикой, это только проктолог. Потому что вот там, вот именно в том месте находятся все проблемы этой самой политики. Но не будем же мы с вами уподобляться как бы проктологам и выворачивать наизнанку все ее киши. Ну, неужели вы действительно хотите, чтобы я с вами говорил о Насте Рыбке? Ну, посмотрите, это тренд Ютьюба. Вы и так все без меня поймете. То есть, зачем вам мои объяснения того, чем она занимается? Опять же, я вернусь к тому, что вот именно там, вот в том месте сосредоточена вся основная ее деятельность, куда приличные люди не заглядывают. Давайте оставим это специалистам. Я могу вам сказать, что в социальной психологии, которую используют при командообразовании, всевозможных тренингах, есть такой прием, который называется... Мы можем применить позитивную диагностику к чему угодно. К другому человеку. То есть, в круг собираются 12 человек, они или 15 человек, сколько группы небольшие на тренингах. Они садятся друг напротив друга. И тренер дает задание. То есть, каждый человек должен выступить и рассказать вот о конкретном участнике этой группы. Например, поднимается девушка Ирина, все на нее смотрят. И каждый по очереди высказывает, какие он в ней может найти, ну, например, 3 или 4 или 5 отличительных, хороших черт. То есть, о плохом не говорить. Это закон. Только хорошие черты. И каждый человек поднимается и говорит. Мне вот показалось, что Ирина очень целеустремленная. А еще она очень внимательная. И у нее прекрасная память. Потому что, когда нам давали задание, Ирина смогла запомнить больше, чем запомнила вся остальная группа. А еще у нее прекрасные организаторские способности. Когда мы дали перед тупиком, мы не понимали, что делать. Ирина одна пришла, взяла все это на себя, взвалила и рассказала. И потом уже, когда надо было докладывать, тоже никто не хотел, стеснялся. Ирина взяла и об этом доложила. Поэтому вот Ирина такая хорошая. Поднимается другой человек и рассказывает еще, почему Ирина хорошая. Вы представляете, что является результатом позитивной диагностики? Ирина начинает понимать, что люди в ней замечают хорошее. Ирина начинает понимать, что это те люди, с которыми она трудится в одном коллективе, смотрит на нее позитивно. Ирина начинает понимать, что даже те люди, которые, как ей казалось, не особо хорошо ее воспринимают, и, возможно, думают о ней как-то не очень положительно, на самом деле относятся к ней положительно. Потому что выдумки нельзя подать в качестве позитивной диагностики. Надо быть искренним. Надо говорить правду так, как говорю ее вам. Я перед вами искренен. Именно искренность и именно вот это эмпатическое слушание, потому что затронуто эго человека, оно приводит к тому, что отношения улучшаются. Поэтому позитивная диагностика – это и есть инструмент улучшения отношений. Давайте с вами применим эту схему социальной психологии, например, к политике, к геополитике. Давайте я сейчас возьму кого-нибудь из известных политиков и произведу ему позитивную диагностику. Знаете, чем это закончится? Да вы меня просто камнями будете кидаться, потому что если тот политик, кому я проведу позитивную диагностику, не будет являться вашим фаворитом, а будет являться вашим оппонентом, да вы меня просто засвистите, а вот это будет неправильно. То есть, значит, вся моя деятельность, все то, что я вам говорю здесь, на этом канале, не будет как-то вас сплачивать, делать добрее, понимаете? А она будет вас расслаивать. И вместо того, чтобы улучшить отношения с вами, я ухудшу отношения с вами. То же самое касается любой формы политики, не только индивидуальной, но, например, и геополитики. Давайте с вами расскажем о каких-то государствах. Если мы будем рассказывать о государствах и странах в познавательном смысле, если я вам расскажу о том, как прекрасна, например, Индия для туризма, или о том, как прекрасна Куба для туризма, какие там белые пески, какие там кораллы, какое там лазурное море, это еще может быть воспринято хорошо. Но, если я начну говорить о Кубе с геополитической точки зрения, о том, с какими странами она поддерживает отношения, с какими нет, о том, что она могла стать чуть ли не причиной мировой ядерной войны и так далее, здесь уже может быть очень много несогласий со мной. По всем этим причинам я не буду, не хочу говорить с вами о политике, поскольку я с вами искренен, а вы мне очень дороги. И моя задача улучшить мои отношения с вами, а не ухудшить их. Есть такие темы, о которых неприлично говорить в обществе, и я тоже это поддерживаю и говорить о них не буду. Вам желаю быть добрее, вам желаю действовать в круге вашего влияния. То, о чем говорил Стивен Кови, кстати, о книгах, которые нужно прочитать. Я вам много книг рекомендовал, которые необходимо прочитать, но есть одна книга, которую просто надо прочитать первой. И это книга Стивена Кови, которая называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Это замечательная книга. Она также замечательна, как и все остальные, о которых я вам говорил. Но это книга номер один. Эта книга подойдет всем, независимо от вероисповедания или от политических точек зрения, и независимо даже от того, за какой из футбольных клубов вы болеете. Потому что эта книга позволит вам улучшить взаимоотношения с людьми, начиная со своей семьи. Вот мы с вами говорим о криптовалютах. Так или иначе о деньгах. Но есть такая вещь, которую ни за какие деньги не купишь. Это отношения. Хорошие, теплые отношения с окружающими вас людьми. Вы не купите ни за какие деньги. Ничего не поможет. Если уже семья разрушена, вы можете приходить бесконечно мириться, плакаться. Ничему этому, никак этому не поможет. Если отношения разрушены, очень редко, когда это можно вернуть, это могут вернуть люди, которые прочли эту книгу. Эта книга поможет вам навести порядок во взаимоотношениях с вашими близкими, друзьями, с вашими родителями, с вашими детьми. И вот с нее нужно начинать. Но эта книга не про взаимоотношения. И эта книга не зря называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Высокоэффективных, и я бы добавил, успешных людей. Эта книга касается всех аспектов бизнеса, взаимоотношений, социальной психологии, распорядка дня, всего того, с чем человек, как сущность социальная и как индивидуальная, сталкивается так или иначе каждый день. Если вы ее прочтете, вы точно станете мудрее и лучше. На этом я хочу попрощаться и с любителями длинного формата, и с любителями короткого формата. Из тех, кто не поверил, что дальше будет мне интересно, и нажал кнопочку «Стоп». Хочу пожелать вам быть добрее друг к другу. Хочу пожелать вам, чтобы вы планировали так или иначе свои действия, не отвлекаясь на то, на что вы повлиять никак не можете. Например, на глобальное потепление. Именно этому, кстати, учит Стивен Кови. Не тратьте свое время, свою энергию и силы на то, на что вы не можете повлиять. Вы не можете повлиять на пробки в вашем городе. Вы не можете повлиять на снегопад и сугробы, потому что это происходит без вашего ведома. Но вы можете повлиять на взаимоотношения со своими близкими. Вы можете повлиять на свою продуктивность и эффективность. И в том числе вы можете повлиять и даже на свое благосостояние. Только в борьбе за благосостояние, и тем более на рынке криптовалют, не сделайте так, чтобы ваши пороки и ваша алчность поглотила вас полностью без конца. У меня мало времени, поэтому я сразу к сути. Представляться я не буду, мы слишком давно с вами знакомы. Тысячи лет я устраивал войны, посылал голод, болезни и бедствия. В общем, выполнял свою работу качественно. Пока не понял, что все это полумеры. Обычные смертные печали, которые вы слишком быстро забываете. Знаете, почему я решил все изменить? Ребенок. Все изменил обычный ребенок. Я увидел и осознал элементарную вещь. Отними у ребенка что-то, и получишь конфликт. Отдай. И он будет счастлив. И захочет еще. Элементарная мысль помогла мне сделать человека рабом вещей. Отнимать у вас дом, семью, детей. Да я мог, так и делал. Но это оказалось недостаточно эффективным. Но вот давать что-то. Совершенное оружие. Против которого вы так ничего и не смогли придумать. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Новый телефон, модные джинсы, респектабельная машина. И все. Ради этого вы сломаете себе хребет, а он у вас тонкий. Путешествие. Чтобы посмотреть, в каких домах живут другие. Какой хлеб они едят. И привезти себе еще больше ненужных вещей. Шоппинг. Чтобы подруги завидовали. Потому что у них другое имя на бирке трусов. Бесконечные пробки. Только ради того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Секс. Это отдельная статья ваших душевных расходов. Открытая грудь. Красивые бедра. Призывный взгляд. И все. Ваши придуманные ценности уходят. А если еще это можно купить, то даже моей помощи не требуется. Вы готовы удивлять даже меня. Вы уничтожаете себя сами. И это прекрасно. В какой вселенной существа пожирают друг друга из-за побрякушки. Семьи разваливаются из-за недостатка вещей в шкафу. Или сын ненавидит тех, кто дал ему жизнь просто потому, что не получил денег на новую приставку. Теперь представьте свою жизнь из мобильного телефона, из компьютера, из новой машины. И вы поймете, о чем я. Человек слишком глубоко увяз в моей системе. И эта система совершенна. Она стала моим лучшим проектом и последним пристанищем для вас. Только вот вселенная требует гармонии. Если где-то слишком много темноты, она должна быть уравновешена. Теперь мне придется уйти. Я победил, но я больше не нужен. Так бывает. Это будет новый мир. И вы будете скучать по мне. Я ухожу, но моя сущность остается с вами. Спасибо вам за это. К чему я это? Считайте это прощанием. Да, и у меня есть еще одна просьба. Пожалуйста. Ничего не меняйте. Мы тут поспорили с одним парнем. Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. А у меня есть еще очень много интересных проектов для вас. Увидимся. Или нет. Субтитры сделал DimaTorzok